Всем добро! С вами я, Стив Про, и сегодня, ребята, я покажу вам чёрно-белый Майнкрафт 1.11. И, возможно, ребята, вы сейчас не понимаете, что происходит и почему Майнкрафт стал чёрно-белым. И, возможно, вы сейчас скажете, что это видеомонтаж, но это, ребята, не так. Я скачал специальный текстур-пак, который из нашего цветного, очень красивого Майнкрафта превращает наш Майнкрафт в чёрно-белый Майнкрафт. Выглядит, ребята, это очень необычно, очень неприятно, но в это хочется играть, потому что это, ребята, что-то необычное, что мы с вами видим впервые в нашем Майнкрафте. Нет, ребята, реально всё очень необычное, и всё такое чёрное, всё такое белое, что реально очень непривычно. Если, ребята, вы тоже хотите испытать такие же чувства, которые сейчас испытываю и я, то ссылочку на скачивание этого текстур-пака я оставлю в описании. Вы его просто скачиваете и просто устанавливаете, и после чего вы, ребята, видите то же самое, что сейчас вижу и я, и вы, ребята. Знаете, единственное, что здесь осталось цветное, это пририсовка вдали, ребята. Она голубая, но всё остальное чёрно-белое. То есть, да, ребята, пририсовка вдали и вправду осталась голубой, то есть, это единственное цветное пятно в этом текстур-паке. Но всё, ребята, остальное чёрно-белое. Даже мобы, это даже мобы в этом текстур-паке тоже стали чёрно-белыми. И сейчас, ребята, для вас у меня есть один вопрос. Угадайте, что за меч сейчас я держу в руках. Либо деревянный, либо каменный, либо железный, либо золотой, либо, ребята, алмазный. Это довольно сложный вопрос, и ответить на него, наверное, будет довольно трудно, потому что, ребята, вы не знаете, как алмазный, или железный, или золотой, или каменный, или деревянный, ребята, мечи выглядят вот в таких красках. И знаете, ребята, если вы ответили, что это алмазный меч, вы были правы, потому что это алмазный меч. Но я думаю, что большинство из вас написали, что это деревянный меч, потому что, ребята, дерево и вправду в этих красках похоже вот на такой цвет. Блин, ребята, это реально очень крутой текстур-пак. Давайте мы с вами, ребята, посмотрим ещё на курицу Так, ну знаете, ребята, курица осталась примерно такой же То есть она была белой, по сути, белой она осталась Но вот только, ребята, некоторые краски Допустим, у неё вроде сверху было красное пятно, красный пиксель Он, ребята, стал, точнее, не сверху, а вот снизу, что-то я перепутал Он, ребята, был красным А теперь у неё всё, ребята, серое и всё белое Ну так, по сути, курица осталась курицей Вот, ребята, и корова Ну да, она стала, ребята, чёрной Нет, я ни в коем случае, ребята, не расист Но это и вправду чёрно-белая корова Так и есть Ну а также, ребята, давайте мы с вами посмотрим на лаву Лава теперь стала вот такой Да, ребята, всё выглядит очень круто Знаете, почему-то она теперь похожа на нефть Если вы со мной согласны, то ставьте лососи И, кстати, ребята, когда мобы горят, они также цветные И это, знаете, это косяк Это нужно исправлять Так, давайте мы с вами также посмотрим на воду, ребята И вода тоже стала чёрно-белой То есть, ребята, всё в этом текстурпаке полностью чёрно-белое И, ребят, я не знаю, круто это или нет Но мне это нравится, ребята Если вам это тоже нравится, то обязательно ставьте лосося Так, главное, давайте мы с вами спалим все наши вещи Потому что они мне не нужны Ой, чё, да здесь много слишком яичек Ну давайте мы с вами заспавим ещё пару коров, ребята И всё это вот так выглядит Очень необычно, очень неприятно Не, точно не приятно Это необычно, ребята, и как-то, блин, не знаю Даже как это можно описать, ребята Короче говоря, это круто Если вы тоже хотите, ребята, то же самое сделать в своём мире То обязательно скачивайте данный текстурпак по ссылочке в описании Ну а на этом всё Всем пока-пока